Хакасия в зоне теплого циклона. В Абакан пришли снегопады. Ночью коммунальщики вышли на уборку и очистку дорог. И работы еще много. Светящийся символ Нового года. Кролик. Появился в Черногорском парке Абакана. Над созданием композиции специалисты трудились в течение месяца. Депутаты Абакана приняли муниципальный бюджет на 2023 год. Впервые сумма доходов превысит рекордный рубеж в 8 миллиардов рублей. Абакан – спортивный город. Наш город признан лучшим в Хакасии муниципалитетом по вкладу в развитие физической культуры и спорта. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24 информационная программа «Сегодня» в студии с обзором событий дня Роман Кремзуков. Не переключайтесь, я расскажу о том, что важно. Начнем с главного. В Абакан пришли снегопады. Обильные осадки привнесли в город не только сказочно красивую картинку, но и хлопоты коммунальщикам. Они, кстати, работают до сих пор в усиленном режиме. Надежда Савельева проехалась по городским улицам и готова рассказать, как коммунальные службы города справляются с последствиями снегопада. Виадок Памира – один из самых оживленных в городе. Здесь спецтехника уже поработала на проезжей части. Сейчас коммунальщики чистят тротуарные дорожки, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться. Коммунальные службы Абакана начали работать в городе еще с полуночи. Они занимались подсыпкой обледеневших участков дороги. С пяти утра в республиканской столице начался снегопад, а уже с полшестого снегоуборочная техника спецавтобазы ЖКХ вышла чистить городские улицы. Слаженная работа помогла избежать утреннего коллапса. Больших заторов и серьезных аварий в городе зафиксировано не было. На дорогах работает 9 единиц комбинированных дорожных машин, а также 2 грейдера сейчас подключились с 8 часов работать. Все это будет продолжаться в круглосуточном режиме. Сформированы ночные смены. Дополнительно к этому объему техники у нас еще продолжается работа на тротуарах и остановочных площадках. Задействовано 5 подметальных единиц, это бобкаты и МТЗ, которые работают на тротуарах. На подмогу снегоуборочной техники вышли дорожные рабочие и дворники. Они убирают от снега городские улицы, площади, очищают подходы к образовательным и медицинским учреждениям, наводят порядок и в районе остановочных павильонов, а также расчищают подходы к пешеходным переходам. Между тем, республиканские синоптики говорят, что Хакасия сейчас находится в зоне теплого фронта. По всей республике идут осадки. За ночь в Абакане выпало 2 миллиметра снега. Это одна треть от месячной нормы декабря. Снег будет идти, возможно, и ночью. К завтрашнему дню осадки прекратятся. Ночью температура воздуха составит минус 11-13 градусов. Завтра днем 5-7 ниже нуля. В среду в республиканской столице ожидается погода без осадков. Ночью 15-17 мороза, днем минус 3-5. А вот в четверг к нам вновь придет похолодание. В темное время суток подморозит до минус 20, днем прогнозируется до минус 15. На дорогах гололедица будьте осторожны. Надежда Савельева, Алексей Дурнев, Новости. С автовокзала Абакан приостановлен выпуск рейсовых автобусов. В направлении на Саиногорск и Бею. По информации ГИБДД на трассе небезопасно. Гололед, метель, плохая видимость. Снижайте скорость. Тем временем новогоднюю композицию установили в Черногорском парке. Символ года кролик в окружении светодиодных елок будет встречать горожан и гостей города со стороны улицы Пушкина и дарить праздничное настроение. На создание композиции в течение месяца трудились специалисты паркового хозяйства, которые ее и устанавливали. В 9 утра этот крупногабаритный груз с территории предприятия отправился в Черногорский парк, чтобы как минимум на месяц занять место на центральной аллее перед главной городской елкой. Новогоднего кролика, символа будущего года, о котором мы рассказывали вам еще в начале ноября, сегодня специалисты Абаканского паркового хозяйства установили в Черногорском парке. Композиция будет встречать горожан и гостей города, которые будут входить в парк со стороны улицы Пушкина. Автор этой новогодней инсталляции художник паркового хозяйства Юрий Шутенков. Абаканский символ года в его исполнении натура творческая, но размеров внушительных примерно 2,5 на 3,5 метра. Процесс установки контролировало и руководство предприятия. 700 метров световых иллюминаций, 300 метров гирлянд, много метров и веса металла, 3 месяца работы. И вот сегодня в Черногорском парке на центральной аллее со стороны Пушкина мы выставляем и дополнительно 8 скульптур, также световых в виде елочек, по периметру будет выставлено чуть позже. Три цвета здесь заявлены – золотой, зеленый, синий и мерцающие моменты по центру данных лучей. Замечательный денек для того, чтобы обосноваться на новом месте и радовать горожан, выбрал Абаканский символ года. Погода сегодня как по заказу. Тепло и белоснежное покрывало медленно окутывает город, создавая предновогоднюю атмосферу. Наверняка многие захотят облюбовать эту композицию в качестве фотозоны, поэтому о безопасности конструкции рабочие решили позаботиться сразу. После установки ее надежно закрепляют. Сиять яркими красками новогодний кролик и окружающие его елочки будут в вечернее время вместе со всей остальной иллюминацией в Черногорском парке. Но вечер в эти декабрьские дни, самое короткое в году, наступает быстро. И вот уже во всей своей красе кролик, играющий на музыкальном инструменте, дарит нам восхитительную мелодию предстоящего праздника. Депутаты Абакана приняли муниципальный бюджет на 2023 год. Впервые сумма доходов превысит рекордный рубеж в 8 миллиардов рублей. Главным образом за счет инвестиций в рамках нацпроектов, федеральных и республиканских программ. Иными словами, это деньги на строительство новых школ и дорог, парков и скверов в нашем городе. Сегодня 20 декабря. В соответствии с нашим утвержденным планом работы проводится 42-я сессия Совета депутатов города Абакана 6-го созыва. Декабрьская, последняя в уходящем году сессия Горсовета Абакана по традиции еще и бюджетная. Сегодня в ее повестке сразу два финансовых опроса. Первым проектом решения предусматривалась корректировка доходов муниципальной казны на 2022 год. Итоговая сумма составила более 7,5 миллиардов рублей. В бюджете на 2023-й эта цифра уже превысит новый рекордный для бюджета Абакана финансовый рубеж. На 2023-й год доходы бюджета составят 8 миллиардов 50 миллионов рублей. Расходы бюджета 8 миллиардов 399 миллионов рублей. Дефицит бюджета составит 348 миллионов рублей. Если посмотреть динамику, начиная с 2018 года, по доходам бюджет Абакана в среднем прирастает на миллиард рублей. За счет безвозмездных поступлений денежных средств из федеральной и региональной казны. Основная часть это субсидии. В этом году у нас будут такие субсидии, как тех субсидий, которых не было раньше, да, новые, скажем так. Это программа стимулирования жилищного строительства. Более 300 миллионов рублей. И средства данной субсидии будут направлены на строительство дорог по улицам Арбан, по улице Генерала Тихонова, на реконструкцию части улицы Кирова. Новые субсидии для Абакана являются и финансовые средства на капитальный ремонт старейших школ города. С 2024 года строители приступят к модернизации сразу двух – десятой и тридцатой. Две школы двухгодичного ремонта, 24-25 год, и две школы ремонта в течение одного года. Это первое и третье. По двухгодичным подтверждения поступило, по-моему, по одногодичным еще нет. Правильно? Мы ждем в июле подтверждения. Это еще не вся сумма. Все это плюсом к уже строящейся в жилом районе Арбан новой школе на тысячу мест в рамках нацпроекта, в котором столица Хакасии активно участвует. Как известно, под лежачий камень вода не течет. То же самое и с инвестициями. И у нас достаточно большой объем субсидий, который предоставляется целиком из республиканского бюджета. То есть, если раньше мы основную часть средств получали из федерального бюджета со финансированием немножко республика, немножко город, то теперь у нас еще появляются субсидии из бюджета республики Хакасия. Благодаря совместной работе главы города Абакана и главы правительства республики Хакасия, вот такой очень конструктивный диалог, который выстроен, он как раз помогает нам в решении наших задач. В частности, это касается возросшей доли финансирования из казанной республики работ по благоустройству новых скверов и парков столицы, которые предусмотрены программой формирования комфортной городской среды. В общем и целом, сумма инвестиций в развитие Абакана на 2023 год в бюджете выглядит внушительно. Бюджет города Абакана на 2023 и следующий год. Уважаемые депутаты, я поздравляю вас за такое единодушие. Бюджет города Абакана принят. Алексей Рестратов, Владислав Воронов. Новости. Сразу несколько новых кадровых назначений в правительстве Хакасии. Анатолий Бутенко стал министром образования и науки Хакасии. Обязанности министра на него, как на первого заместителя руководителя профильного министерства, были временно возложены с 5 августа этого года после освобождения от должности Ларисы Гемазутиной. А Владимир Карамашев назначен начальником управления по делам ГО и ЧС Хакасии. Он временно исполнял обязанности руководителя с 4 августа после ухода Николая Старкова на заслуженный отдых. В Хакасии установили размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в 2023 году. Глава региона подписал соответствующее постановление. Это приведет не только к росту доходов населения, но и увеличит размер выплат семьям с детьми. Как сообщает Министерство труда и соцзащиты республики, размер прожиточного минимума в регионе с 1 января составит 14 663 рубля на душу населения, 15 983 рубля для трудоспособных граждан, 12 610 рублей для пенсионеров и 14 782 для детей. Также с нового года вырастет минимальный размер оплаты труда. По России эта сумма увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля, а в нашей республике 25 987 рублей. Ранее его величина была 24 446 рублей. Новые автобусы получили школы Хакасии за счет средств федерального бюджета. Ключи от 23 школьных автобусов торжественно вручены руководителям образовательных учреждений республики. Они предназначены для перевозки детей к месту учебы. Впервые такой транспорт получила и одна из абаканских школ, седьмая, расположенная в жилом районе Нижняя Согра. Уважаемые друзья, рад вас приветствовать. Действительно, сегодня радостное событие у вас. В очередной раз обновляется парк наших школьных автобусов. 23 штуки в этом году мы получаем. Обновление происходит в соответствии с теми задачами, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Обновление школьного автопарка Хакасии активно ведется с 2010 года. Модернизация происходит в результате реализации республиканских и федеральных программ. За эти годы приобретено более 120 специализированных школьных автобусов различной модификации. И вот впервые такой транспорт появился и у абаканской школы. Абакан впервые получает школьный автобус. Это автобус, который предназначен непосредственно для подвоза детей к образовательному учреждению. Необходимость получения школьного автобуса, конечно, очевидна в городе Абакане. Увеличивается количество детей, увеличивается количество жителей, в том числе детского населения. Увеличивается количество жителей, которые проживают в отдаленных районах, в дачных массивах. И необходимость подвоза детей к школе, к той или иной школе, конечно, очевидна. Совсем скоро начнутся зимние каникулы. Ну а уже в третьей четверти, наверняка, некоторые учащиеся будут ездить в седьмую школу на этом автобусе. Оказывается, он стал подарком для образовательного учреждения, вступающего в свой юбилейный год. Это действительно историческое событие для нашей школы. Потому что у нас вокруг пять дачных обществ. И, конечно, есть проблема доставки детей в школу. Поэтому мы очень рады. Во-первых, это происходит именно перед Новым годом, такой новогодний подарок. А еще следующий год, 2023, он юбилейный для школы номер 7. Нам 90 лет будет. Поэтому вот такой подарок получила школа. Ну а на сегодня, конечно, очень много у нас задач перед нами будет стоять. Во-первых, пройти лицензирование, поставить на техучет. Далее мы должны разработать маршрут, как мы будем возить детей, решить проблему сопровождения детей. Потому что обязательно должен быть и сопровождающий, который будет сидеть за порядком в автобусе. Поэтому, конечно, для нас это очень большая радость. Светлана Побеляева, Андрей Аралов. Новости. В частном доме были обнаружены мертвыми три человека, двое мужчин и женщина. Кадрами с места происшествий с нами поделились подписчики. По информации из собственных источников, причиной смерти потерпевших стало отравление угарным газом. Причины трагедии выясняют следственные органы. В Красноярске и Хакасии задержали двоих подозреваемых, которые напали на маленького ребенка и ограбили квартиру. По информации следкома, 1 сентября днем в Красноярске двое мужчин подкараулили 9-летнего мальчика в подъезде. Ворвались вслед за ним в квартиру, связали. После чего, угрожая электрошокерам, ограбили жилье. Они стащили мобильные телефоны и ювелирные украшения. Родители ребенка в этот момент были на работе. Освободившись, потерпевший вышел на балкон и рассказал о случившемся соседке. Долгое время грабители не могли найти. В итоге подозреваемых задержали в Красноярске и Хакасии. Кроме того, установлено, что злоумышленники причастны к серии краж автомобилей и грабежу на территории двух регионов. В Хакасии полицейские накрыли группу, которая продавала наркотики под видом пищевого мака. По версии следствия, жительница Черногорска вместе с мужем организовала оптовые поставки наркосодержащего растения из стран ближнего зарубежья. В Хакасии его доставляли в упаковках, расфасованных по 200 граммов, с надписью «Мак кондитерский». Злоумышленница, являясь индивидуальным предпринимателем, продавала товар в своем продуктовом павильоне на территории Черногорского рынка. Еще один участник группы подпольно сбывал его в магазине автозапчастей. Кроме того, клиентам дополнительно предлагали приобрести специальные наборы, в которые входили шприцы, вата, растворитель и другие предметы. При силовой поддержке отряда «Гром» задержаны трое участников ОПГ. Двое предполагаемых организаторов и курьер, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В гараже у одного из подозреваемых оперативники обнаружили коробки с расфасованным маком общей массой более трех тонн. В местах сбыта изъяты денежные средства, лекарственные препараты и поддельные бланки рецептов. А в Аскизе сотрудник полиции планировал заработать на сбытие наркотиков через тайники закладки. Как рассказали в следкоме по Хакасии и Красноярскому краю, 38-летний сотрудник МВД по Аскизскому району купил 262 грамма наркотика. Запрещенное вещество он хранил у своего знакомого в Абакане. В дальнейшем полицейский собирался сбыть товар через закладки, используя в своей схеме наркозависимого знакомого. Сейчас дилер в погонах задержан и заключен под стражу. В Абакане таксист протаранил металлическое ограждение. По данным ГИБДД, водитель Тойоты на улице Гоголя не справился с управлением. Машину занесло на забор. Пострадала пассажирка такси. 43-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. В отношении шофера вынесены несколько административных материалов. За отсутствие лицензии, перевозку пассажиров без ремня безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей. В Абакане конфисковали автомобиль у лишенника. Абаканский городской суд вынес довольно суровое решение по делу рецидивиста 31-летнего жителя республики Тыва. По информации прокуратуры республики, в сентябре подсудимый был привлечен к административной ответственности за то, что повторно управлял машиной, будучи без прав. Однако вскоре он снова сел за руль. Суд назначил подсудимому год лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его транспортное средство конфисковано в собственность государства. Между тем, в Хакасии продолжается рейдовое мероприятие. Нетрезвый водитель. За сутки инспекторы ДПС выявили более 120 нарушений. Из них четверо управляли автомобилем в состоянии опьянения. И еще один отказался от прохождения свидетельствования. Теперь им придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей и ближайшие полтора-два года ходить пешком. Напомним, что усиленные проверки водителей проходят в утреннее и вечернее время. Сообщить о пьяном за рулем можете и вы, позвонив по номеру 23-68-81. Полицейские Ширинского района нашли мошенника, оформившего микрокредиты на родственницу. Стражам правопорядка потерпевшая рассказала, что недавно узнала о своих долгах в двух микрофинансовых организациях. При этом сама она никаких займов не оформляла и даже предположить не могла, кто к этому может быть причастен. Полицейские установили, что кредиты на имя сельчанки оформил ее нигде не работающий пасынок. Молодой человек, воспользовавшись сотовым телефоном, еще в прошлом году подал две заявки в разные организации, а деньги перечислил на свою банковскую карту. Возбуждено уголовное дело. Далее наш вечерний эфир продолжит рекламный блог. Затем вернемся к обзору событий дня. Строим, чтобы жить. Так звучит кредо компании «Механизированная колонна номер 8». Вот уже 20 лет компания входит в число топовых игроков в строительного рынка Хакасии. Она висена в книгу почета предпринимателей Абакана, отмечена многочисленными региональными и всероссийскими наградами и собирается сдавать позиции. История компании «Мехколонна номер 8» началась 20 лет назад. Основной фронт деятельности компании – это жилищное строительство. Одними из первых в Хакасии специалисты «Мехколонны номер 8» занялись возведением монолитных домов. Первыми еще в 2008 году специалисты «Мехколонны» приступили к застройке 8-го микрорайона Абакана. Тогда первый опыт был, это после 90-х, скажем так, момент возрождения строительства жилых домов, потому что это было как бы не востребовано, госзаказа уже не было. И тогда случилось, что «Мехколонна» прошла в качестве самостоятельного застройщика уже на первый наш дом по Керва 112. Это первый монолитный дом в республике Хакасия, который был заложен, сдан в эксплуатацию. Это было на самом деле интересно. И с того периода, когда «Мехколонна» поменяла немножко свой профиль, точнее сделала акцент именно в жилищное строительство, началась основная, наверное, самая интересная работа. За 20 лет построено многое, и речь не только о жилье, ведь для города-предпринимателей, такого как Абакан, всегда будут необходимы полезные площади под торговые залы, кафе и офисы. В идеале, конечно же, все вместе, как в торгово-деловом центре, который построен на улице Кати Перекрещенко. Есть чем гордиться специалистам «Мехколонна» и в области социального строительства. Важнейшие объекты, возведенные ими, служат на благо жителей региона – больницы, спортивные центры, школы. Социальные объекты – это, наверное, все-таки престиж. Это почетно, это самолюбие, в конце концов, что участвуешь в жизни, в обществе, регионе, городе. Я считаю, что мы правильно делаем, что участвуем в таких проектах. Специалисты «Мехколонна» номер 8 отмечены огромным количеством наград городского и республиканского уровней. В компании трудятся заслуженные строители Хакассии, обладатели почетных грамот главы региона и правительства республики. Все они делают общее дело – строят, чтобы жить. В эфире канала «Абакан-24» смотрите программу, посвященную юбилею компании «Механизированная колонна» номер 8. Мальчишки и девчонки, а также их родители. На экспозицию гигантов всей семьей сходите вы! Хакасский национальный краеведческий музей, улица Пушкина, 28, а строение 1. Главный новогодний подарок – забота. В Доме текстиля огромное разнообразие подарочных наборов с символом года. Детские комплекты с любимыми героями Дисны, светящееся постельное белье, пледы, покрывало, подушки, одеяло, халаты, домашняя одежда – и все это по прежним ценам. Дом текстиля. Согреваем сердца ваших близких уютом и теплом. Ждем вас на перекрестке Кирова и Рыгина 21 и в павильоне «Текстиль» на китайском рынке рядом с отделом ковры. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом» 26 46 46. В Минприроды поделились первыми результатами использования бездымного угля в жилом районе Гавань в Абакане. В пилотном проекте участвовали более 40 домовладений и воздух стал чище. К такому выводу пришли экологи после анализа результатов отбора проб и лабораторных исследований, проводимых аккредитованной лабораторией. Напомним, экологический проект стартовал 1 декабря. Владельцам частных домов предложили использовать альтернативный вид топлива – бездымный уголь. Всего жителям Гавани было выдано 40 тонн топлива на безвозмездной основе. По информации производителя, бездымное топливо представляет собой продукт глубокой переработки бурого угля, в результате которой происходит частичная газификация угля с применением натуральных связующих компонентов. Замеры качества атмосферного воздуха в районе реализации пилотного проекта проводились до начала эксперимента и после. По результатам испытаний, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Как отметили в Минприроды, главная задача сейчас – способствовать тому, чтобы более экологичные источники отопления были такими же доступными для населения, как привычный уголь. В Хакасии с каждым днем увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей, заболевших стало больше на 34%. Рост отмечается во всех возрастных группах. Диагноз грипп подтвержден уже у 55 жителей региона, в том числе 24 случая особого опасного свиного гриппа. По информации Министерства образования и науки Республики, разобщено 17 классов в 6 школах в Абакане – Аскиском, Ширинском, Усть-Абаканском и Бейском районах. Проводятся карантинные мероприятия в 6 группах 4 детских садов. Между тем, в Хакасии продолжается вакцинация против гриппа. Телефоны и адреса прививочных кабинетов есть на сайте Минздрава Республики. Также их можно узнать по номеру 122. Штраф 3 миллиона рублей или наказание до 3 лет лишения свободы грозит россиянам за осквернение символа воинской славы. Речь идет о георгиевских лентах. Этот закон накануне приняла Госдума. Три черных и две оранжевых полосы. Георгиевская лента всегда считалась символом воинской славы. Она присутствовала на воинских наградах времен Российской империи и СССР, используются по сей день. Накануне в Госдуме приняли закон о том, что отныне ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. Теперь за публичное осквернение символа воинской славы гражданам грозит административная или уголовная ответственность. Так физическое лицо может получить штраф до 3 миллионов рублей или 3 года лишения свободы. Для организации денежное наказание составит до 5 миллионов рублей. Если правонарушение будет совершено группой лиц или на просторах интернета, преступникам может грозить реальный срок до 5 лет. На пороге новых открытий в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории состоялась итоговая сессия. Ее главной темой стал год археологии в республике. Летний полевой сезон 2022 года оказался особенно щедрым для исследователей на новые памятники и уникальные находки. И сейчас самое время рассказать о них коллегам и широкой общественности. 2022 год археологии в Хакасии близится к завершению. Даже удивительно, как такой небольшой регион смог вместить столько экспедиций и отрядов, которые в течение всего полевого сезона занимались изучением его древней истории. Курганы, стоянки и наскальные рисунки. Недаром нашу республику часто называют музеем под открытым небом. Практически все представители научного сообщества Хакасии в этом году постарались внести свою лепту в общее дело. Действительно, объявлением года археологии в республике Хакасии, оно стало для Хакасского научно-исследовательского института и языка литературы истории знаменательным годом. Правительство республики Хакасии выделило нам денежные средства и профинансировало приобретение оборудования, новейшее оборудование для проведения археологических исследований. Во многом благодаря этому сегодня на традиционной итоговой сессии в конце года с участием коллег из ведущих научных центров России археологи Хакнияли представили доклад о результатах раскопок, которые проведены силами собственной экспедиции. Памятник Большой Сахсар-2 – это древнее поселение с мощным, более метра, культурным слоем разных эпох. В этом месте находятся сразу три подобных памятника на расстоянии 300-400 метров, чего не может быть для скотоводческих поселений. Потому что скотоводческое поселение, я даром говорил, минимум там один километр, и то они, возможно, разновременные. И неземледельцы, поскольку там земледелие – это не самое место хорошее заниматься, потому что ни воды нет там, и слой гумыса самый небольшой, и скотоводов не похоже, чтобы это были скотоводы. А в то же время по конструкции близкие к казахстанскому населению. Вот такая загадка. Так что это не итоги, как таковые, а промежуточные результаты исследований, которые лишь говорят. Под занавес Году археологии в Хакасии наши ученые на пороге новых, больших, интересных открытий. Красноярск Стат подсчитал, во сколько нам в этом году обойдется самое популярное новогоднее блюдо – салат Оливье. Он уже давно стал настоящим символом Нового года, без которого праздничная трапеза выглядит неполной. Безусловно, у каждой современной хозяйки свой рецепт, который делает блюдо неповторимым и любимым. О вкусах не спорят, однако для анализа специалисты ведомства использовали классический состав салата. Так, согласно подсчетам, стоимость ингредиентов для приготовления Оливье хозяйкам обойдется в 462 рубля. За год блюдо подорожало на 6,6%. По сравнению с ноябрем прошлого года ценник подскочил на маринованные овощи на 28%, майонез на 11,6%, репчатый лук на 8%, вареная колбаса на 1,5%. А вот картофель, морковь и куриное яйцо подешевели. Тепло души. В Абакане открылась благотворительная выставка фонда «Перспектива», который помогает семьям, воспитывающим детей с особенностями здоровья. Мероприятие – финальный аккорд года и возможность сделать еще больше ребят счастливыми. Ведь собранные средства пойдут на организацию семейного зимнего лагеря. Примечательно, что все работы на экспозиции созданы руками детей и родителей. Мои коллеги расскажут подробности. Поблагодарим вас, что вы нашли время сегодня здесь с нами. Фонд «Перспектива» очень молодой, но очень перспективный. За такое короткое время организация объединила семьи Абакана и Хакасии, государственные учреждения, организации и просто таких же заинтересованных, неравнодушных и желающих помогать людей. Место встречи сегодня – это Национальный театр «Читиген». За последний год театр стал родным домом для родителей и их особенных детей, которые на сцене в обществе актеров сами стали артистами и разрушили многие стереотипы. Инклюзивный спектакль «Легенды Хакасии» – дебютант сезона, но уже полюбившееся представление. Мне кажется, очень символично, что выставка «Тепло души» проходит сразу после особого дня для тех, кто верит в высшие силы. Вчера был день Николая Чудотворца, день, когда детям дарят подарки и когда люди задумываются о чуде. Эта выставка – небольшое подведение итогов работы за год. Мероприятий, которые провел благотворительный фонд «Перспектива», немало. Самое главное – все участники проекта были вместе. И это их главный девиз. Причем для многих родителей дружба с фондом стала новой точкой отсчета и желанием изменить свою жизнь и жизнь своего ребенка. В выставке «Тепло души» все сделано руками детей и родителей. А еще есть вот такая елка желаний. Почувствуйте себя в роли волшебника и исполните желание ребенка. С наступающим! Готовиться мы начинаем задолго до этой выставки. Мы год готовимся, я не побоюсь этого слова, потому что этой выставкой мы хотим показать, что наши родители и дети тоже талантливые, они очень много могут, у них безграничные возможности. Все эти сувениры несут в себе особую ценность. Можно представить, как много хлопот ложится на плечи родителей, у которых ребенок не такой, как все. Но мама и папа научились с этим жить. Мало того, вдохновляют других людей по-другому воспринимать проблемы, справляться с трудностями. Их тепло души способно согреть многих. Вот такие перспективные планы. До Нового года осталось 11 дней. Всем хочется праздника и подарков. И сегодня у абаканцев была возможность стать частью настоящей сказки. В Преображенском парке Дед Мороз и Снегурочка вышли поздравить жителей города и подарить подарки. Детские мечты самые сильные. Но почему-то, когда мы становимся взрослыми, мечтать начинаем только под Новый год. Сегодня у любого жителя Абакана был шанс снова вернуться в детство. В Преображенском парке рядом с Абаканским дворцом молодежи горожане встречали настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные герои вышли пожелать всем счастливого Нового года. Папы и мамы, дети, прохожие – все получили порцию хорошего настроения. Рассказывали стихи и пели песни, а потом получили сладкий подарок. Акция организована Абаканским дворцом молодежи и благотворительным фондом вдохновения. Побывал Дед Мороз и в 31-й школе Абакана. В преддверии Нового года в учебных заведениях Абакана проводятся утренники с участием сказочных героев. Сегодня представление прошло для начальных классов. Что делать, когда главного волшебника заколдовали и как поверить в новогоднее чудо? Разбиралась Ксения Рихлова. Феи, лесные, эльфы, викинги, сказочные принцессы и пираты – в одном месте эти персонажи собираются только на новогоднем утреннике. Сегодня в 31-й школе как раз такой. Все ребята замерли в ожидании сказки, и вот в зале выключается свет, а на сцене зажигаются огни. Только проблема – Дед Мороз все лето сидел в ТикТоке и совсем забыв, что такое настоящее волшебство. Эту интермедию старшеклассники приготовили сами. Девчонки делятся, готовились недолго – всего пару дней. А провести утренник в современном формате решили, чтобы он наверняка понравился ребятишкам. И у них это получилось. Там про то, как дети не верили в Новый год и заколдовали чем Деда Мороза. И мне понравилось. Аж какой тебе Дед Мороз больше понравился? Правильный или тиктокнутый? Оба. Оба, а почему? Оба прикольные. Ну, первый, потому что он такой был зажигательный, а второй, ну, потому что, ну, на подарки приносит, а такой добрый. Круто. А чего ты ждешь от Нового года? Хорошего настроения, эмоций, моментов хорошего. Я захотела такой костюм, потому что викинги очень давно жили и больше ничего нет. Круто. Скажи, пожалуйста, а сегодняшний праздник тебе как? Очень хороший. Мне все нравится. А почему нравится? Все очень весело. С концертом, с танцами, с музыкой. Ну, и фирменный вопрос. Какой Дед Мороз лучше, тиктокнутый или простой? Простой. А почему? Потому что он добрый и может принести все, что захочешь. А эмоций каких ждешь? Больше веселье, так, больше снега, чтобы было. Ну, и больше салютов, чтобы 31 декабря было. Тиктокнутый Дед Мороз танцевал с ребятами трендовые танцы, и, конечно, вместе они исполнили знакомую всем нам с детства песенку про елочку. Однако сегодня она звучит не совсем привычно, а в формате рэпа. И хотя третиклассники такую идею поддержали бурными аплодисментами, привычный облик главному волшебнику возвращать все-таки пришлось. Ведь дети собрались здесь, чтобы увидеть настоящее чудо. Ведь если верить в чудеса, то они непременно сбываются. Желаю вам в этом году быть хорошими друзьями. После спектакля все отправились в холл, чтобы зажечь елку, спеть ей песенку и поводить хоровод. Да и без игр ребятишек тоже не оставили. Новогодние забавы вскоре пройдут во всех абаканских школах, и возможность в них поучаствовать будет у всех школьников. Смотрите поменьше тиктока, но иногда тоже можно. Отдыхайте, кайфуйте на каникулах. Желаю всем школьникам получить побольше пятерок от четверок. И всем удачи и счастливого Нового года. Ксения Рихлова, Алексей Дурнев. Новости. Миру нужны инженеры. Понять, кем ты хочешь стать, не так легко. Лучший способ развивать талант и в будущем сделать правильный выбор – это пробовать новое. Пожалуй, школьные годы – это лучшее время, чтобы развивать свое воображение. Много читать, заниматься творчеством. К слову, сегодня в лицее имени Николая Генриховича Булакина дети участвуют в робомарафоне. Подробности в следующем материале. В Абаканском лицее сегодня шумно. Малыши спешат принять участие в ежегодном марафоне по изготовлению роботов, сконструировать новую модель самолета или игрушку. Для лицея это важное направление работы, поскольку в современной России нужны представители технических специальностей. Занятия проходят регулярно, прямо до начала уроков, или во время перемены ребята приходят и мастерят. Существует специальная обучающая среда, где дети изучают основы программирования, создают собственную модель робота, который умеет выполнять заданные программы. Разноцветные фигурки, кирпичики и детали – это мир конструирования, который любят дети. Ребята на уроках изучают робототехнику и знакомятся с азами инженерных технологий. Развивают мелкую моторику, воображение и даже знают, что такое трехмерное видение. Девчонки и мальчишки, играя, учатся новому. Все дети тут друзья. Никто между собой не соревнуется, а как раз наоборот – спешит помочь. Вот и мальчишки объединились в настоящую команду и создают маленький макет городского кафе. Сейчас я уже доел кафе, которое я построю вместе с Дединкой Артемом, Рудским Степаном и Арслайном Черксерендаржейбом. Тут кафе с вами называется «Сытный дворик». Пока что еще не достроено до конца. Для него есть фургон. Прошу заметить. Это для перевозки газовых продуктов на шоссе. Я конструирую вот эту скоростную машину на пункте управления. Я вот сейчас делаю программу. И думаю, когда я буду ее запускать, она будет ехать больше, чем 30 км в час. Подобная атмосфера позволяет легче усваивать новые знания. Роботы, которых смастерили дети, должны быть скоростными, уметь видеть препятствия, останавливаться перед ним и продолжать заданный путь. Ежегодно у нас проходит новогодний робомарафон. Он состоит из нескольких этапов. Один из этапов – это творческое конструирование. Ребятишки собирают свои творческие конструкции в зоне творчества. Вторая часть – когда ребятишки создают умные машинки, умных роботов, развиваем, готовим будущих инженеров. В роботоконкурсе не будет победителей или проигравших. Главное – это дальнейшее обучение детей по специальности, изучение АЗОВ инженерной профессии и развитие логического мышления. Екатерина Сеньгаева, Артем Амзараков. Новости. Абакан признан лучшим в Хакасии муниципалитетом по вкладу в развитие физической культуры и спорта. Таково решение конкурсной комиссии профильного министерства. Почетный диплом и кубок представители администрации столицы получили на торжественной церемонии награждения, в рамках которой были отмечены также лучшие представители спортивной сферы спорта республики. Ежегодно в преддверии новогодних праздников Министерство физической культуры и спорта Хакасии подводит итоги уходящих 12 месяцев. Для этого проводятся конкурсы по разным номинациям. Естественно, награды получают самые лучшие. Так, например, сегодня благодарственным письмом главы Хакасии отмечен спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина. Традиционное фото на память. Ни для кого не секрет, спорткомплекс является флагманом в спорте. Мы помогаем для спортсменов, для более качественной подготовки. Наш труд незаметен. Мы вот сегодня, видимо, заметили. Поэтому мы работаем для того, чтобы спорт развивался и было все лучше, как можно больше соревнований самого высокого уровня. Естественно, отмечены сегодня лучшие спортсмены по итогам года. Это призеры и победители всероссийских соревнований, атлеты, которые блистали на Паралимпийских играх «Мы вместе» спорт и на всероссийской спартакеаде сильнейших. В том числе и Абаканка Саяна Козыгашева. Мастер спорта России международного класса. Наши поздравления и самые теплые аплодисменты зала. Подводя итоги года. Год на самом деле выдался неплохой. Я, получается, стала третьей на спартакеаде. Затем я стала вторая на чемпионате страны. И попала в сборную, что, в принципе, я не ожидала. Но на самом деле год очень такой плодотворный. Я думаю, дальше больше. Номинации, в которых получили награды самые активные представители спортивной сферы, множество. Это и те, кто занимается внедрением нормативов в ГТО, и участники фестиваля «Познай Хакасию» и тренеры, которые приводят своих воспитанников к победе. И, конечно, ветераны спорта. А в заключении, по традиции, чествуют самые спортивные муниципалитеты. Среди районов лучшим признан Усть-Абаканский, а среди городов – Абакан. В этом году Абакан был отмечен на разных площадках. В том числе одна из них – Абакан – город для детей. В фокусе «Семья» номинация называлась. И ставку мы делали именно на развитие семейного спорта. Это, конечно, обусловлено тем, что мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры в городе Абакане, приближая объекты спорта к образовательным организациям, к жилым районам, создавая такие небольшие кластеры, где могут заниматься репетишки как для физической культуры, так и для достижения спортивных результатов. В общем, Абакан – спортивный город. И новая награда займет почетное место в череде подобных. Анзор Сабанов, Андрей Оралов. Новости. Отметим, что дипломом Минспорта за вклад в пропаганду физической культуры и спорта отмечен сегодня и автор программы «Спорт Анзор» – Анзор Сабанов. На этом пока все. Я напомню, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abakan24 и во всех социальных сетях. Куар-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания. Всего вам самого наилучшего.